Три числа, из которых третье равно 12, образуют геометрическую прогрессию. Если вместо 12 взять 9, то три числа состоят в арифметическую прогрессию. Найти эти числа. Для начала запишем наши условия. b1, b2 и 12 – это геометрическая прогрессия. b1, b2 и 9 – это арифметическая прогрессия. Нас просят найти b1 и b2. b1 неизвестно, b2 неизвестно. Для решения нам понадобится формула n-ого члена геометрической прогрессии. bn равняется b1 умножить на знаменатель геометрической прогрессии в степени номер минус 1. Также нам понадобятся характеристические свойства геометрической прогрессии и арифметической прогрессии. Для арифметической прогрессии средний член в квадрате будет равняться произведению соседних двух. То есть bn квадрат равняется bn-1 умножить на bn плюс 1. Средний член арифметической прогрессии а n будет равняться полусумме двух соседних. То есть а n равняется числитель а n-1 плюс а n-1. Знаменатель 2. Эти формулы полезно знать. Воспользуемся формулой n-ого члена для геометрической прогрессии, чтобы изменить b2. b2 будет равняться b1 умножить на знаменатель геометрической прогрессии q в степени номер минус 1. Преобразовав, мы получим b1 умножить на q. Теперь воспользуемся для первого условия характеристическим свойством для геометрической прогрессии. Тогда у нас получается, что b2 квадрат будет равняться b1 умножить на 12. Воспользуемся вторым условием. И для второго условия мы запишем характеристическое свойство для прогрессии. Тогда со второго у нас получается, что b2 будет равняться b1 плюс 9 знаменатель 2. И это у нас система. Подставим выраженное b2 в первое выражение. Тогда у нас получается, что вместо b2 мы пишем b1 плюс 9 знаменатель 2. Все это в степени 2 будет равняться b1 умноженное на 12. Тем самым мы получили уравнение. Решим полученное уравнение. Для этого раскроем скобки. Тогда у нас получается b1 квадрат плюс удвоенное произведение это 18b1. плюс квадрат второго это 81 знаменатель 4. Все это равняется 12b1. Домножим полученное выражение на 4, чтобы избавиться от знаменателей. Домножив мы получим b1 квадрат плюс 18b1 плюс 81. Все это равняется 48b1. Перенесем все наши слагаемые влево. Перенесем мы получаем b1 квадрат плюс 18b1 плюс 81. Минус 48b1. Все это равняется 0. Приведем подобные члены. Тогда у нас получается b1 квадрат минус 30b минус 30b1 плюс 81. Все это равняется 0. Мы получили квадратное уравнение. Решим его через дискриминант. Дискриминант равен. b квадрат минус 4ac. В нашем случае 30 в квадрате минус 4 умножить на 1 и умножить на 81. Посчитаем. Получается 900 минус 324. Посчитав мы получим 576. А это 24 в квадрате. Найдем корни. Тогда корни будет равняться минус b плюс минус корень от дискриминанта знаменатель 2а. В нашем случае 30 плюс минус 24 знаменатель 2 умножить на 1. Рассмотрим поочередно. b1. Если идти по знаку плюс, у нас получается 54 вторых или 27. Во втором случае у нас получается, если идти по знаку минус, будет 6 вторых или просто 3. Мы получили два случая. Рассмотрим поочередно каждый из них. В первом случае первый член прогрессии будет равняться 27. Воспользуемся ранее написанным выражением со звездочкой. И выразим оттуда второй член прогрессии. b2 будет равняться корень квадратный от b1 умножить на 12. Подставим туда b1. Тогда у нас получается, что b2 равняется 27 умножить на 12. И все это под корнем. Посчитав мы получаем 324 под корнем. Извлекая корень мы получим 18. Мы рассмотрим второй случай, когда b1 равняется 3. Воспользуемся выражением со звездочкой. И тогда у нас получается, что b2 будет равняться b1 умножить на 12. И это все под корнем. Подставим туда наши данные. Получается b1 3 умножить на 12. И это под корнем. Посчитав под корнем мы получим 36. Извлекая корень 6. Запишем ответ. В первом случае первое число b1 равняется 27. Второе число равняется 18. Во втором случае первое число равняется 3. Второе число равняется 6. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.